На конкурс поступило свыше 200 работ практически из всех муниципалитетов Кубани. Жюри было не просто выбрать победителей, так как уровень большинства представленных произведений оказался довольно высоким. Многие районы участвовали, больше всех было работ из Анапы. И в декабре в нашей газете «Кубанские писатели» будут опубликованы итоги, и вы увидите, что среди лауреатов также превалируют анапчане. Конечно, это не случайно. Это итог большой работы вашего литературного объединения, издания «Альманаха Парус», который объединил самых лучших, самых талантливых, ну и, конечно, звучащий все ярче фестиваль поэзия русского слова. По мнению Светланы Макаровой, она по сегодня является яркой творческой единицей на карте Краснодарского края. И об этом свидетельствует то, что и в 2016, и в 2017 годах ряды краевого отделения Союза писателей пополнили жители нашего курорта. Прозаики, публицисты, поэты. Поэтому Анапа сегодня явный лидер. В номинации «Поэзия» у анапчан сразу два призовых места. На втором известный поэт Сергей Зубарев, на третьем – руководитель литературного объединения «Парус» Лариса Каменщикова. Специальным дипломом в номинации «Малая поэзия» отмечена Алина Хомич. Константин Чиганов завоевал третье место в номинации «Большая проза» и первое в номинации «Литература для детей и юношества». Также два первых места заняли писатели Елена Суханова и Ирина Иваськова. Мне очень приятно. Я очень благодарен за то, что меня оценили вот так вот высоко. Очень хорошо. Постараюсь работать дальше, еще лучше. Впереди, как говорится, планов проводил. Получив первое место, я использую его законную гордость, но не только за себя, за своих друзей, которые достойно представили Анапу в этом году. И я считаю, что мы в авангарде кубанской прозы. Также почетной грамотой Краевого отделения Союза писателей России была награждена Надежда Казанина. В этот же день в здании Кубанского казачьего хора состоялось праздничное мероприятие, посвященное 70-летию Краевой писательской организации. Собравшиеся вспомнили о самых ярких именах кубанских поэтов и прозаиков, тех, кого уже нет среди нас и тех, кто продолжает творить сегодня, радуя своими произведениями современных читателей. Вечер украсили творческие номера, поздравления гостей из Москвы и Краевого министерства культуры и чествования писателей, составляющих литературную славу Кубани. Руслан Душевский, Анапа-регион.